Привет, друзья! Целый день я потратила на то, чтобы сделать такое количество роз. Я планирую сделать два букета. Один букет будет полностью в розовом цвете, второй букет в фиолетовом и нежно-желтом. Это даже не фиолетовый, а лавандовый пигмент в белой мыльной основе. А это обычный желтый швейцарский пигмент, две капли на 100 грамм мыльной основы. И получается такой молочный красивый цвет. Так, розочки у меня эти, наверное, вы уже знаете. Вот эта роза называется бутон розы крымской высокий, высоту он 5 см, вес розочки 30 грамм ровно. А вот эта розочка называется роза феодосия. В диаметре они вот так, если посмотреть, одинаковые, но эта розочка немножко ниже на сантиметра, на 4 см. И весом она 28 грамм, то есть они практически одинаковые. Честно, если выбирать, какая мне больше нравится, я до сих пор не определилась. Каждая из них хороша по-своему, и, наверное, в букете они будут дополнять друг друга как-то... Если делать из одной, наверное, розы, все-таки не такой будет букет. Когда они разные, намного интереснее. Вот эта вот розочка сверху смотрится как какая-то вот обыкновенненькая, но она очень красивая, когда не смотришь и сбоку. Прямо просто шикарные. Все закрученные лепесточки. Этот бутончик сам по себе хороший. Здесь больше вот рельеф виден. Здесь он тоже есть, но его менее видно. Ну а вообще никак в паре, я считаю, что хорошо смотрятся. Розочки эти с сайта Мыльная вечеринка. Ссылка, как всегда, будет в описании под этим видео. Собирать я буду букеты в шляпных коробках. Захотелось мне чего-то большого, оригинального. Такие красивые, прямо шикарные, я бы сказала, розы в супницах. Ну совсем. Ну, тоже красиво, но вот захотелось мне большого. Вот эти вот коробочки я покупала у себя в городе. Одна стоит 150 рублей. Наполняла, директор наполнял монтажной пеной. Ну, чуть-чуть она у нас вверх пошла, но мне кажется, тогда же и букет будет объемнее и выше. В общем, посмотрю, надеюсь, срезать это все не придется. Вот такая вот у меня поменьше диаметром в фиолетовом цвете. И вот такая побольше диаметром. Скажите, похоже на пасочку. Тесто поднимается. И вот такая вот в коричневом цвете. Она большего диаметра. Если их вот так поставить, оно видно. Больше и меньше. Тут прям совсем шапка сверху поднялась. Надеюсь, она мне не будет мешать. Переборщили мы с пеной. Вернее, наливали пену, как всегда, но она оказалась другого качества. Намного лучше, чем была всегда. И вот настолько сильно она у нас подошла. Также зелень. Буду использовать вот такие густые зелени. Очень интересные. Они не настолько яркие. Вот мне больше нравится, когда зелень не слишком яркая. И посмотрите, как будет смотреться интересно. Вот такие вот нежно-розовые розы. Такой зелени. Название я не знаю, честное слово. Ну, вот такая вот она, бледно-зеленая. И тут вот листики у нее. Вот эти цветочки немного с розовым. Как раз нам под цвет. Такой большой шикарный куст. Но я думаю, что этот куст весь, наверное, уйдет. А там посмотрим. А под второй букет. Посмотрите, какая у меня есть зеленушка. Я прям на нее смотрю, не могу нарадоваться. Вот, если сюда вот так. Так. Прям очень-очень самое оно. Ну, и еще есть похожая. Тоже не слишком яркая зелень. Такая же бледненькая. Здесь вот такие вот цветочки. И разные такие вот штучки. Может быть, буду использовать ее. Там уже как пойдет. Также мне нужны будут шпажки. Нужны будут зубочистки. Вот. Ну, и в принципе, все. Дальше потом будем крушать. Ленточка будет нужна. Но это уже в самом конце. Дальше. Букеты я буду собирать без звука. Просто под музыку. Потому что Сашка, ну, прям вот его бедного передергивает. Всего от этого звука. Когда я в монтажную пену вставляю шпажки. Не нравятся ему очень сильно. Он сидит, монтирует видео в наушниках. И просит так больше не делать. Поэтому просто смотрите. В принципе, ничего особенного. Все как всегда. Сама зелень оказалась не супер хорошего качества. Видите, здесь сколько всего лишнего на листочках. Я это, конечно же, все срежу. Оставлять не буду. Брала я ее на украинском сайте. Ну, сайт сам по себе хороший. И зелень такая пушистая. И, в принципе, не очень дорого. Ну, вот так вот. Надо ее немножко доработать. Когда я делаю маленький букетик в маленькой супнице, я начинаю делать букет сразу. Если диаметр уже побольше, как здесь, наверное, сантиметра, тут 18 точно есть. Я сначала просто примеряю все розы. Потом я их вытащу и буду уже собирать. То есть шпажка с одной стороны тупая, с другой стороны острая. Одеваем тупой стороной. Розочки классные. Можно не бояться, что мы ее проткнем в цветочек. И самих роз мне, конечно же, не хватило. Сделала я 15 штук. Но здесь еще штучки 4 можно будет добавить. Поэтому этот букет я отставляю сейчас в сторону. Залью цветочки. Как раз они за ночь просохнут. И продолжу все делать завтра. Вообще вот так это будет все примерно. Ну и, конечно же, здесь все это будет заполнено. Все места пустой зеленью. Ну и вот в этом букетике я тоже, видите, не хватает. Пожадничала мыльная основа. Очень обидно, но ничего страшного я доделаю. Просто для вас видео, конечно же, продолжится через секунду. А для меня я продолжу собирать букет даже завтра. А сейчас займусь цветочками. Уже вот красиво как вырисовывается вот эта зелень фиолетовая. Особенно на желтых, на молочных таких цветочках. Прям очень красиво смотрится. Все равно в конце видео сделаю ее фотографии. Саша их ставит. Чтобы вы увидели настоящий цвет того, что я делаю. К этому букету я доделала еще 6 роз. В итоге в букете будет 21 роза. Это 630 грамм мыльной основы. Такого большого букета я еще никогда не собирала. И, честно говоря, переживаю. Но давайте приступим. Я начинаю собирать букет всегда с краю. Некоторые начинают с середины. Мне с краю удобнее. Глазомер у меня почему-то не очень. Вчера я решила, что у меня моих роз мало. А сегодня как раз вот одна поместится. И у меня останется 4 штучки. В принципе, хватило бы мне доделать 4, а не 6. Вот так пока получается. Ну и, в принципе, букет уже готов. Но мне осталось его хорошо просмотреть. Если где-то есть пустые места, то их можно заполнить оставшейся зеленью. Сейчас мы будем собирать второй букет, который у меня лавандово-молочном цвете. После, в конце видео, будут фото этих букетов. Для второго букета я подготовила вот такую зелень. Но она не яркая. Она с напылением фиолетовая. И использовать только ее одну будет слишком контрастно. Поэтому пока не знаю, но нашла у себя вот такую зелень. Она тоже как бы не слишком яркая, но она без напыления. Посмотрю, что будет получаться. Очень хорошо, что такие букеты можно собирать, разбирать. Смотреть, как получается или нет. Хоть сто раз. Это у меня коробочка чуть-чуть поменьше диаметром. Ну, а роз посмотрим. Сделала пока. Даже не считала сколько. Ну, понятно, что нечетное количество. А сколько будет получаться, я уже заранее не зарекаюсь. Я все-таки поискала получше. И нашла другую зелень. Вот такую. Как раз таки она с напылением. И здесь у нее практически одинаковые листики. Очень похожие вот на эти. Только эти фиолетовые, а эти просто такие бледно-зеленые. Поэтому буду использовать ее. Пока сейчас, как всегда, разделю все это и одену на зубочистки. Так, пока вырисовывается уже. Осталось заполнить серединку. Также точно у меня останется два лишних цветочка. Но ничего страшного. Лучше пусть останутся, чем опять него не хватило. И вот такой второй букетик у меня готов. Покажу вам его только боком. И как обещала в конце видео, то есть сейчас вы видите эти букеты лучше. Всем желаю творческого вдохновения. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч.